Здравствуйте, уважаемые слушатели! Начнем наш семинар. Слушателям вебинара прошу написать, есть ли звук и картинка. Тем временем я расскажу немножко про наш семинар. Во-первых, напомню, что семинары у нас проводятся не только в режиме вебинара, но и очно. Так что имейте в виду, что на семинарах теперь можно присутствовать. Отлично. Спасибо, я пару слов. Меня зовут Комков Андрей Григорьевич, я преподаватель центра. И, в общем, все курсы связаны с программированием ВДНС, читаю. Что касается нашего вебинара. Очень скоро в центре стартует курс под названием «Работа с формами». И это, в общем-то, и повод для того, чтобы наш семинар провести. Про этот курс можно почитать, естественно, на сайте. И на странице курса можно посмотреть видеоанонс, в котором коротко рассказывается, что это за курс. Ну и также по телефону центра можно узнать все организационные подробности. А в этом семинаре мы обсудим задачу, похожую на ту, которую мы решаем в этом курсе, чтобы было понятнее, о чем там вообще идет речь. И давайте начнем. Задача будет очень простой. Мы разбираем способы работы с картинками и, главным образом, как их хранить и настроить. В режиме вебинара сейчас проводим запись, через какое-то время будет доступно. Почные слушатели могут попробовать проделать то, чем мы тут будем заниматься. Итак, создаем базу. В ней создадим необходимый минимум объектов и поговорим о том, как хранить картинки. По поводу очного курса давайте сразу поясним. Очный курс, ближайшая дата, 19-21 октября. На сайте имеется расписание и там же можно увидеть и записаться. А по поводу в режиме вебинара... Я бы рекомендовал вам уточнить по поводу вебинара. Я уточню сам. И вам советую спросить у администрации, если нажимаем вебинар. Ну, тогда так сделаем. Я узнаю и напишу вам тогда, как дела обстоят по этому поводу. Итак, возвращаемся к созданию базы. Создал файловую базу я. Некая база семинара работы с изображениями. Задача будет простой хранить картинки для каких-нибудь справочников, которые я сейчас сюда и добавлю. Справочник номенклатуры. И справочник сотрудники. Так мы организуем учет введение списка, правильно говоря, номенклатуры сотрудников. И задача будет обеспечить возможность хранить в базе изображение товаров, ну и фотографии сотрудников, если необходимо. Подобную задачу мы решали в курсе по основным объектам, несколько упрощенный вариант решения, мы там смотрели сейчас более подробно. Ну и первое, с чего мы тут начнем, с вопроса, как мы организуем работу с картинками. Есть два принципиально разных подхода. Хранить картинки внутри базы, либо хранить картинки где-то там во внешних файлах. Второй вариант используется наравне с первым, но он технически менее интересен. Там несколько проще реализовать отображение картинок. Сложнее хранить их в базе. Так что мы разберем вариант номер два. Если мы собираемся хранить в базе картинки, то давайте думать, где мы будем их хранить. Желательно нам организовать централизованный механизм, единый для хранения картинок и товаров, и сотрудников, и если потребуется чего-то еще. Где бы мы могли эти картинки хранить? Первое, что приходит на ум, можно создать реквизит в справочнике, чем плохо. Во-первых, картинок может быть много. Во-вторых, картинки могут быть не только для одного справочника, а для нескольких. В-третьих, не очень красиво хранить большой объем в данных справочниках, когда нет в этом необходимости. Тут какие есть варианты? Либо создать регистр сведений, либо завести отдельный справочник. Мы заведем справочник для хранения картинок и изображения. Почему справочник? Потому что потом у нас будет необходимо ссылаться на конкретное изображение, отсюда и решение со справочником. И хранить, раз мы будем картинку в базе, значит мы будем добавлять для этого новый реквизит. Без этого никак. Реквизит назовем мы изображение и выбираем тип. В планах хранить здесь двоичные данные. Для хранения двоичных данных у нас есть тип хранилища значения, в который можно что угодно записать. Дальше. А что дальше не совсем понятно, давайте вот что сделаем. Отметим для справочника изображения, что у него есть владельцы. Номенклатуры и сотрудники, справочники, владельцы изображения. Любая картинка относится либо к какой-то номенклатуре, либо к какому-то сотруднику. Эту связь мы зададим вот таким образом. И давайте смотреть, что у нас есть сейчас. И что со всем этим делать. Ну, можно создать какую-нибудь номенклатуру. И поскольку справочник изображений подчиненный, мы можем уже здесь открыть список изображений. И даже можем нажать кнопку создать и попытаться что-то здесь создать. Ну, здесь есть название владелец, здесь нет изображения я. Почему? Потому что изображение типа хранилища значения и в форме автоматической мы его никак не сможем посмотреть. А значит мы реализуем сами механизм, позволяющий нам а установить картинку, б показать ее в форме. Явно нам придется перерисовывать эту форму изображения. Итак. Добавим мы форму к справочнику изображения. Форму элемента. И вспоминаем, это мы когда-то обсуждали в наших курсах, как можно изображение в форме показать. Можно добавить реквизит строковым изображения. Перенести его в форму, чтобы создался элемент формы соответствующий. И здесь выбрать можно вид в поле картинки. Теперь достаточно в этот реквизит записать ссылку на данные в базе. И получим возможность показать картинку в форме. Изображение есть. И теперь задумаемся над следующим. А как нам организовать возможность установить эту картинку? Можно было бы добавить кнопку, но если есть возможность обойтись без лишней кнопки, лучше этой возможностью воспользоваться. Итак. Какие у нас тут варианты есть? Если не кнопку, то мы используем возможности тех полей, которые есть в форме. У изображения есть свойство гиперссылка, которая позволит пользоваться этим полем в формате гиперссылки. Будет меняться указатель мыши, можно нажать и обработать события. А теперь, как сделать так, чтобы пользователь догадался о том, что сюда можно нажать на этом поле и увидеть какие-то события. Есть у нас такое свойство, называется текст картинки. Текст невыбранной картинки. Что мы тут напишем? Напишем выбрать изображение. Видим, текст появился в поле. Возможно, мы решим, что этот текст не совсем приметный. Давайте сделаем так, чтобы он был крупнее, чтобы он каким-нибудь цветом выделялся, например. Как это сделать? Логично поискать какие-нибудь свойства. Например, на закладке оформления есть цвет текста и шрифт. Можно попробовать здесь что-то задать. Можно пойти по-другому. Не так просто, но более универсально, более красиво. Есть у нас в группе общие такие объекты, как элементы стиля. То же самое, но один раз описываем какой-то элемент стиля, и потом при необходимости мы им пользуемся. Мы считаем, что вот эти настройки текста по части цвета и шрифта, их мы в дальнейшем, возможно, будем использовать еще в каких-то формах. Поэтому добавляем элемент стиля. Элемент стиля называется шрифт текста невыбранной картинки. Шрифт текста невыбранной картинки. Вид шрифт, значение жирный. И давайте 12 возьмем размер. Вид шрифт, значение жирный шрифт. И плюс будет второй элемент стиля. Цвет текста невыбранной картинки. Здесь вид цвет, а значение какой-нибудь серый. Давайте его установим. Просто серый. Вот так. Чтобы было и приметно, и не резало глаз. Задали. А теперь, как можете догадаться, нам нужно вернуться в редактор формы, открыть свойства изображения. И при выборе цвета текста. Это группа свойств оформления. Задать цвет текста. Цвет текста невыбранной картинки. Они доступны внизу, в самом конце списка свойств. И шрифт. Также выбираем уже не конкретный шрифт, а ссылаемся на элемент стиля. Это шрифт текста невыбранной картинки. Готово. Как оно сейчас выглядит? Я запущу, посмотрите. Можно открыть номенклатуру. Можно перейти к списку изображений, нажать создать, и откроется вот такая вот штука. Форма изображения. Здесь пока есть просто поле для отображения и возможность щелкнуть. И, кстати, заметьте, появляется такая вот штука. Почему она появляется? Это стандартное поведение. Поле текстово по действию нажатия гиперссылки. Открывается содержимое этого реквизита. Там сейчас пустая строка, так что вот мы ее здесь и видим. А нам что нужно, чтобы происходило при нажатии? Чтобы открывалась диалог выбора файла, а потом мы выбирали бы картинку. Вот это будет наша основная задача в ближайшее время организовать такую штуку. Возвращаемся в конфигуратор и описываем и начинаем мы, как обычно, с описания события нажатия у этого боля. Берете изображение, события нажатия, и путь будет на клиенте. Что же нам тут написать? Будем стараться писать все правильно и учитывать возможные особенности. Первое, что сделаем, сделаем, чтобы вот тот диалог с пустой строкой у нас не отображался вообще, поэтому пишем стандартную обработка ложь. А дальше можем делать, что захотим. А мы пожелаем установить изображение. Не будем здесь все писать, вынесем в отдельную процедуру, мы ее назовем начать установку изображения. Теперь у нас есть название процедуры. Чтобы его не писать, потом второй раз копируем ее в буфер. И ниже задача описать процедуру. Мы, как и знаем, способы описать процедуру. Написать слово процедура раз. Мы пользуемся шаблонами два. И в редких случаях можем использовать прочие возможности. Например, можно написать слово проц. И не дожидаясь, когда у нас появится какой-то там шаблон, нажать Ctrl-Q. И откроется окошко выбора шаблона. Ctrl-Q. Я подпишу, что мы тут жмем. Ctrl-Q. Вот так. Попробуйте. Нажимаете, открывается окно выбора. Что мы тут выбираем? У нас явно процедура модуля формы. Ну и установить. Начать установку изображения будет работать у нас пока на клеене. И если в буфере у вас есть название процедуры, вставляем сюда, и у нас появляется описание. С комментарием. Комментарии важны для контекстных подсказок. На практике комментарии обычно как-то заполняются, а мы вот не будем. Я их буду удалять. Итак, процедура появилась. Что делать нужно в этой процедуре? Для начала заметим, что задать картинку мы сможем только если вот этот элемент справочника изображений записан в базу. А поэтому как мы поступали раньше? Для экономии времени мы просто записывали этот объект в базу. Если все делать правильно, лучше спросить у пользователя. Хочет ли он продолжить работу и для этого записать в базу данный элемент справочника? Давайте спросим, как спросить у пользователя. Во-первых, проверим, а есть ли такая необходимость. А новый ли это элемент? Объект, ссылка, пустая. Вот тогда будем проверять. Мы собираемся задать вопрос. Зафиксируем текст вопроса. Достаточно просто спросить, записать или не записать, но чтобы пользователь понимал быстро, о чем есть, можно спросить, например, так. Для выбора изображения необходимо необходимо записать объект. Объект. И потом спросим, записать ли за писать. Знак вопроса. Мы просто сформулировали текст. что теперь делать с этим текстом? Его нужно как-то показать. Но поскольку лучше нам использовать немодальный подход для задания вопросов, мы имеем в виду, что после того, как вопрос будет показан, обработать результат, мы не сможем в этой процедуре, нам предстоит еще описать следующую процедуру. И чтобы при показе вопроса мы смогли передать эту процедуру дальше управления, нам нужно использовать специальный тип под названием описание оповещения. Так что мы создаем специальный объект. описание оповещения оператора много. И указываем здесь, какую процедуру вызвать после того, как пользователь нажмет «Да» или «Нет» в диалоге с вопросом. Процедуру мы назовем вопрос о записи описание оповещения. Ну и поскольку в самом общем случае вот эта процедура, обрабатывающая результат вопроса, могут находиться и в каком-то другом модуле, то от нас требует указать модуль. Это можно сделать, например, указав эту форму или написав этот объект. Ну и теперь можно показать вопрос. Мы пишем «Показать вопрос» и туда передаем описание оповещения. текст вопроса кнопки. Вопросы бывают разные. «Да», «Нет», «Да», «Нет», «Не знаю» и множество других вариантов. Все это описано в перечислении системным режим диалога «Вопрос». Вот какие варианты нам доступны, мы выбираем «Да», «Нет». Итак, вот этот кусок, он откроет диалог с вопросом и давайте думать, что дальше. Дальше вот в этой процедуре начать установку нам уже делать нечего. мы здесь пишем «Возврат». А потом пишем «Конец есть ли». Все, что мы написали, вопрос задается лишь тогда, когда это новый объект и нет необходимости, есть, точнее, необходимости записать предварительно уведомить пользователя. Если же этот объект не новый, то мы можем приступить к установке изображения. Для этого вызываем пока еще неописанный метод «Установить изображение». Опять я копирую им эти процедуры. И опять я пишу слово «Прод», сжму «Контрол-Q». Выбираю процедуру модуля формы. На клиенте пока еще все у нас происходит. ввожу имя и удаляю комментарий. Ну, и можем сразу описать еще одну процедуру. Ведь кроме установить изображение, выше мы упоминали еще процедуру вопроса записи описания оповещения, которая тоже должна быть описана и она и будет вызываться после вопроса. Так что я бы скопировал еще сразу вот этот текст, чтобы не забыть с именем процедуры. и дальше повторяю эти действия пишу и я бы даже наверное описал ее раньше, то есть перед установить изображение. Опять пишу проц, жму Ctrl Q, процедура модуля формы на клиенте вопрос о записи и описании оповещения. Мы сказали, что эта процедура сработает после того, как пользователь что-то сделает с диалогом. Значит в нее как-то должны прийти параметры, которые содержат в себе результат действий пользователя, а значит тут как либо мы это помним, либо мы открываем синтекс помощник, который показывает описание функции показать вопрос. Справка поиска синтекс помощники. Мы ведь из этой функции открываем вопрос и от нее зависит, что придет в описание оповещения. Смотрим описание оповещения такого типа и вот он список параметров, которые мы собираемся там принять. результат вопроса принимаем, дополнительные параметры принимаем, два параметра. Так что пишем для вопроса для обработчиков результаты вопроса. Результат вопроса первый параметр, который мы получим, второй дополнительные параметры, до параметры. Для обработчика для описания оповещения в обязательном порядке мы ставим слово экспорт. Иначе платформа не найдет эту процедуру в качестве описания оповещения. что делать, если пользователь что-то там ответил на вопрос? все зависит от того, что он сказал. Ответом здесь будет первый параметр «Результат вопроса». И можем проверять, если ответ ответ это еще одно системное перечисление под названием код возврата диалога. Мы выбрали при открытии диалога режим «Да, нет», соответственно, здесь у нас варианты «Да или нет». предположим, пользователь сказал «Да, я хочу записать этот элемент». Что тогда делать? Пытаемся записать. И имеем в виду, что запись у нас может выполниться или не выполниться. В простейшем случае можно вот так написать. Если не записать, тогда возврат конец если. Мы попытались записать, не удалось, прекращаем работу. Ну, и ниже мы напишем «Иначе», что делать иначе. А «Иначе» значит пользователь сказал «Нет». Мы вообще ничего делать не будем, если он сказал «Нет», и тоже напишем «Возврат». Конец если. И если мы все это прошли успешно, если мы записали при необходимости и дошли до конца действия, значит нам нужно все-таки установить изображение и мы вызываем «Установить изображение». Установить изображение. Та процедура, которую мы сейчас будем описывать следующий. что же делать там теперь? Вот мы добрались до процедуры установки изображения. То, что было до этого, это просто подготовительный этап, разные там вопросы, запись элемента справочника в базу. А теперь как устанавливать? Есть у нас такой объект «Диалог выбора файла». Вот он нам здесь и поможет. Наша первая задача на этом этапе открыть диалог выбора и выбрать картинку. Переменная адрес нам потребуется, чтобы записать в нее адрес файла, если мы его куда-то поместим позже. И снова нам потребуется описание оповещения, потому что, как можно догадаться, диалог выбора файла откроется у нас в режиме немодальном, соответственно, результаты мы получим опять в очередной процедуре. И снова появляется описание оповещения. это оповещение будет называться выбор файла описание оповещения. описано в этом объекте. Этот объект. Теперь придется создать объект выбора файла выбор файла файла. Диалог выбора файла создаем в режиме открытия файла. Этот диалог может открывать, если помните, и диалог выбора каталога, и диалог выбора файла для сохранения или для открытия. В общем, мы конкретно здесь указываем, что нам нужно. Режим диалога выбора файла открытия. При желании можно описать фильтр по поводу картинок, не будем уже этого делать. Это в курсе по интеграции. заголовок тоже можно пропустить. Давайте сразу покажем выбор файла показать тот метод, который откроет немодальный диалог выбора файла. Описание оповещения передаем, чтобы метод показать не просто открыл, а знал, что выполнить после того, как случится у нас это все. Но что будет дальше, можно догадаться. Выделяем описание оповещения имя вот этой очередной процедуры, копируем ее и создаем описание следующей процедуры в модуле формы. Пока еще на клиенте. Слово экспорт не забываем подписывать. Теперь вопрос в том, какие параметры нам здесь нужно использовать, чтобы принять эти данные. Опять можно открыть справку по поводу метода показать и посмотреть, что нам тут выдадут. Выбранные файлы, массив с файлами и дополнительные параметры. Это те параметры, которые нужно указать здесь. Выбранные файлы и топ параметры. Что делать, когда мы дошли сюда? Это значит, что пользователь выбрал какой-то файл и мы получили в списке файлов этот файл. Если пользователь не выбрал файл, как мы об этом узнаем? Если он ничего не выбрал, у нас будет не определено в выбранные файлы. Так что первое условие, первая проверка. Если выбранные файлы, лучше написать сразу «не». Если не выбранные файлы, родно не определено. тогда поскольку это массив, мы берем первый элемент массива и получим нужное нам имя. Давайте это назовем имя файла равно выбранные файлы и 0 в квадратных скобках. Теперь нам известно имя выбранного файла. теперь чтобы данные этого файла стали нам доступны на сервере, мы его помещаем в временное хранилище. Адрес равно поместить во временное хранилище. и вот теперь вопрос как нам поместить содержимое файла, если мы знаем только имя строками. Тут нам на помощь придет объект под названием двоичные данные. Его можно создать прямо здесь. Двоичные данные. чем он хорош? Тем что один из вариантов его конструктора это имя файла. при создании этого объекта он сам считает из файла данные и мы их здесь в памяти и получим. Имя файла. Все. Готово. Передали во временное хранилище и получили адрес того, где оно там записано. И дальше нам нужно передать управление на сервер. На клиенте мы все сделали. Следовательно у нас появится еще процедура установить изображение на сервере. ей мы передаем адрес. Ее задача записать в данные этого элемента справочника изображения двоичные данные вот этой картинки, но не показать еще на форме. Чтобы показать на форме у нас появится еще одна процедура показать изображение. Она будет работать на клиенте, ее задача отрисовать на форме эту картинку. Дальнейшие действия у нас какие? Описываем последовательно эти процедуры. Начинаем мы с установить изображение на сервере. пишем процедура процедура модуля формы вот эта штука уже на сервере работает. Выбираем здесь на сервере. и параметр адрес указываем. Мы его сюда передавали, нужно его здесь получить. Что теперь? А дальше просто считать данные из временного хранилища и записать в данные текущего элемента. Данные как получить? менодом получить из временного хранилища с указанием адреса. Следующее. Дальше нам требуется эти данные записать в базу данные вот этого элемента справочника изображения. Мы знаем, чтобы писать данные в базу, нам нужен справочник объект. Этот тип нам это делать позволяет. И чтобы создать справочник объект, соответствующий вот этому элементу, который сейчас в форме редактируется, мы используем метод реквизит формы значения. Основной реквизит формы объект используем, чтобы создать справочник объект. Дальше справочнику объекту можно установить значение реквизита из не прошу прощения изображения. Изображение что мы сюда присваиваем? Мы вспоминаем, что изображение типа хранилища значения. Хранилища значения объект, который мы создаем оператором новый. И в скобках передаем ему те данные, которые нам нужно разместить в этом хранилище значения. Следующее действие записать в базу справочник объект, записать. И поскольку при записи что у нас происходит? Кроме непосредственно записи этого изображения у нас поменяется версия данных, следовательно нам необходимо обратное преобразование в пункт. значения в реквизит формы справочник объект в реквизит объект. После чего данные из временного хранилища можно удалять. Удалить из временного хранилища. Адрес меню меню напоминает конфигуратор, что я не дописал выше конец если. и так. У нас есть процедура которая на сервере считывает из временного хранилища двоичные данные записывает их в данные текущего элемента. Осталось разобраться с вопросом как это показать. Чтобы дальше ошибка нам не мешала посмотрим что тут не дописано. А в предыдущей процедуре где написано если не выбранный файл не определено конец если надо дописать. Конец если это предыдущая процедура нашли? Хорошо. У нас не дописано еще показать изображение. И еще одну процедуру необходимо описать процедура опять же модуля формы это работает на клиенте. Показать изображение. Параметры не нужны и просто нужно нарисовать на форме ту картинку которая у нас записана в базе. для этого в тот реквизит изображения который мы создали и показали форме мы записываем ссылку изображения присвоить получить навигационную ссылку просим ссылку на данные текущего элемента значит нужно передать ссылку объект ссылка и сообщаем что картинка хранится в реквизите изображения в реквизит формы будет записана ссылка на вот этот реквизит в базе и нам останется только обновить это поле формы обновить мы напишем элементы изображения обновить теперь подумаем вот эту процедуру показать изображение мы вызываем из процедуры которая срабатывает после выбора файлов в какой еще момент нам нужно показать изображение если мы открываем форму готового элемента который в базе записан у которого картинка установлена ее нужно сразу показать поэтому добавляем еще обработчик события формы при открытии когда мы открываем форму мы сразу пытаемся показать форме картинку если она есть создать на клиенте здесь одно действие показать изображение итак мы написали что-то что по нашему мнению будет показывать картинки давайте проверять чтобы проверить нам потребуют какие-нибудь картинки давайте пару картинок найдем я создам на диске цепь папку и сохраняем туда несколько картинок нам трех вполне хватит запускаем клиентское приложение пытаемся установить справочник номенклатуры открываем переходим по ссылке изображения жмем создать картинку напишем что это называется изображение 1 и жмем выбрать изображение уже хорошо появился вопрос записать или нет говорим да записать открылся диалог выбора файла прекрасно находим картинку и видим как картинка записалась и показалась в форме правда показана она в виде фрагмента наверное пользователю это будет не очень удобно так что нам нужно это легко поправить зайти в конфигуратор взять вот это поле для изображения и найти соответствующее свойство какое тут свойство свойство нам подойдет здесь оформление размер картинки по умолчанию реальный размер мы выберем пропорционально чтобы картинка целиком вмещалась в выбранный размер поля расстегнуть что-то его расстегнуть маленькое а если большое оно давайте попробуем разница разница похоже что давайте попробуем другой вариант будет будет ли разница В простейшем виде организовали Картинки хранятся каким-то образом Вопрос теперь такой Насколько нам удобно Их таким вот образом задавать Сейчас что надо сделать Открыть номенклатуру Перейти на закладку изображения А потом нажимать кнопку создать Искать Вводить название Во-первых нужно вручную раз Во-вторых нужно открывать диалог выбора И искать где этот файл находится Можно ли как-то упростить данный процесс Подскажу к чему я все это веду Вот файлы с диска C Вот вторая картинка Которую я хочу добавить И очевидно что я могу попытаться Сделать вот так Перетащить картинку В список картинок номенклатуры Вот смотрите Вроде как перетаскивание работает Что уже обнадеживает С другой стороны Мы увидели стандартное поведение При перетаскивании Не просто открылся этот файл Как текст Давайте сделаем так Чтобы можно было перетащить картинку И при этом бы автоматически создавалось изображение В этом справочнике Было бы удобно Ну а раз так То какая форма нам теперь нужна Мы ведь не форму элемента картинку будем перетаскивать Нам не хотелось бы ее вообще открывать Нам нужна форма списка Так что теперь будет не лишним создать форму списка Для справочника изображений И сделать так Чтобы в нее можно было тащить картинки Создали форму списка И то что мы собираемся делать Явно связано с полем списка Открываем его свойства Смотрим что тут у нас есть По части перетаскивания На закладке использования Смотрим что тут есть Да Нам нужно разрешить перетаскивание Где оно тут? Отмечаем разрешить перетаскивание Теперь мы можем обработать События перетаскивания И сделать при перетаскивании То что нам интересно А не то что делается по умолчанию События У списка событий много Самое последнее в списке Перетаскивание Вот его мы и опишем Выбираем перетаскивание На клиенте создаем обработчик Сформировали Что нам при перетаскивании нужно сделать Во-первых мы видели Есть какое стандартное поведение Сразу его выключаем Стандартная обработка ложь Теперь нам надо бы выяснить Какой файл мы сюда собираемся перетаскивать А это явно будет где-то в параметрах Перетаскивания Назовем это файл картинки Обращаемся к параметрам перетаскивания Параметры перетаскивания У параметров перетаскивания есть свойства значения Если это файл То это и будет файл Буквально мы получим объект типа файл Если это рынка строка Мы получим строку и так далее То сейчас надо разобраться Перетащить пользователь может что угодно Мы выясняем в первую очередь тип значения Что такое файл картинки Это действительно файл или что-то постороннее Проверяем тип Есть у нас тип файл Тогда что мы будем делать Можно проверить существует он или нет Мы же не будем настолько заморачиваться Здесь в этом примере Дальше я допишу проверку формата Можете этого не делать Кто повторяет Для этого создам объект картинка Просто чтобы вы были в курсе Как это можно сделать Есть у нас объект картинка Во встроенном языке С помощью которого можно Некоторые вещи делать с картинками И я здесь указываю имя файла Файл картинки Полное имя А дальше спрашиваю у картинки Какого же формата эта картинка Метод формата Так вот Это будет либо формат Либо неопределенный формат Есть у нас перечисление формат Картинки Так вот если неизвестный Давайте считать Что мы не будем загружать эту картинку Неизвестно что Я подпишу что если неизвестный формат Можно выдать сообщение Я напишу просто возврат А дальше давайте подумаем Что писать Дальше у нас начинается Уже какой-то алгоритм Который будет способствовать Добавлению картинки Вынесем его из этой процедуры Опишем отдельно Добавить Изображение Файл картинки Полное имя Передаем Методу добавить изображение Ему нужно знать Где лежит этот файл И что еще ему нужно знать Обратим внимание Что мы сейчас код пишем В модуле Формы И все что мы сейчас знаем Это какой файл установить А какому элементу Справочника изображения Его нужно установить Вот как это выяснить Тут может быть Некоторое замешательство И нужно разбираться Кому мы можем Поставить Вот это изображение Нам нужно знать Номенклатуру Для которой Мы это изображение Задаем Наша задача Сейчас создать Еще один элемент Справочника изображения И показать там Картинку Я покажу Конкретно Что имеется ввиду При перетаскивании У нас открыт Вот этот список Форма списка И единственное Что у нас здесь доступно Для того Чтобы выяснить Чьи это изображения Это отбор Который автоматически Задан Вот в этом списке Вот тут уж придется Как-то выкручиваться И определять Чьи картинки Показаны в списке А для этого Будет описан Отдельный метод А называться Он будет Получить владельца списка Все Конец Если Ну и что теперь делать Описывать процедуру Добавить изображение Описывать функцию Получить владельца списка Начать можно со второй Чтобы функцию добавить Мы напишем Функ И опять нажмем Control К Укажем Что это функция Модуля Формы Работать будет на клиенте Называться Получить владельца списка Ну тут мы Отходим от темы И нам нужно Разобраться Кто является Владельцем В списке Перед нами Есть список У списка Есть Отбор И у отбора Сейчас автоматически Есть элемент Который Задает отбор По Владельцу Нам нужно Его найти Есть коллекция Элементы Что касается Поиска Здесь Мы видим Отсутствует Такая возможность Это значит Нам придется Перебирать Всех Написать Для каждого Элемент Из Вот этого Массива Или коллекции Правильнее сказать Цикл Конец цикла Смотрим Что у нас За элемент Отбора Проверяем Тип Значения Это больше К системе Компонавки Относится Но Без нее Никак Она слишком Тесна У нас Интегрирована В платформу Чтобы Мы могли Избежать Итак Тип элемента Проверяем Тип Будет Называться Элемент Отбора Компонавки Данных Почему Вообще Эта проверка Написана Потому что Кроме Элементов Отбора У отбора В системе Компонавки Есть еще Группы Которые Задают Логические Выражения И Или Которые Применяются К элементам Поэтому Мы выясняем Действительно Это элементы Или Что-то Другое Если Все-таки Это элемент Тогда Мы проверяем Что Это За Элемент У Элемента Отбора По Владельцу Левое Значение Будет Владелец Причем Не Слово Владелец А Поле Компонавки Данных Имя Владелец Тогда Если Нашлось Значит Мы Определили Кто Владелец Возврат Элемент Правое Значение Вот Таким Хитрым Способом Мы Выясним Какой Номентатуре Собираемся Задать Картинку Конец Если Готово И Осталось Описать Процедуру Добавить Изображение Она Будет У нас Работать Пока Еще На Клиенте Как Вообще По Правильному Чтобы Красиво Мы Напишем Добавить Изображение Будем Других Места Поэтому Мы Вынесем В Модуль Менеджер Расправочника Отсюда Просто Вызовем Даже Не Отсюда Мы Будем Вызывать Процеду Чтобы Вызвать Из Этой Процедуры Нам Придется Написать Что Она Не На Клиенте А На Сервере И Вспоминаем Что Мы В Эту Процедуру Вообще Говоря Передавали Параметры Имя Файла И Владелец Обращаемся К Менеджеру Справочника Изображение И Вызываем Метод Добавить Который Пока Еще Не Описали Просим Создать Новый Элемент По Следующим Параметрам Имя Файла Владелец А Справочник Как-нибудь Сам Разбирается С тем Как Добавить К нему Новый Элемент Это Значит Мы Отправляемся Теперь В Модуль Менеджера Справочник Изображений И Пишем Здесь Процедура Просто Процедура Добавить Имя Файла Владелец Здесь Все Просто Задача Типовая Всем Понятно Добавляем Новый Элемент Справочник Справочник Объект Создается Справочники Изображение Создать Элемент Мы Также Здесь Заполнять Что необходимо Заполнить У элемента Наименование Справочника Является Обязательным А что Что мы Возьмем В качестве Названия У нас Все Что есть Имя Файла Можем Ли Какую-то Часть Имени Файла Использовать Полный Путь Было бы Избыточным Мы Можем Выделить Из этого Имени Файла Кусок В котором Только Имя Без Расширения Без Пути А для Этого Придется Создать Объект Файл Он Это Умеет По имени Файла Создаем И дальше Можно Написать Файл Имя Без Расширения Вот Мы Придумали Имя Картинки Теперь Мы Заполняем Собственно Картинку Изображение Мы знаем Что это Хранилище Значения А в Хранилище Если Помним Мы Помещали Двоичные Данные Создаем Двоичные Данные Объект По имени Файла Установили А поскольку Справочник Подчиненный Владельца Также Необходимо Указать Владелец Равно Владелец И Записываем Справочник Объект Записать Уже Неплохо Проверим Работу Запускаем Открываем Список С изображениями Пробуем Перетащить Картинку Почему Метт не обнаружен Нет Слово Экспорт В модуле Менеджера Метт я Добавил А он Он не виден Извне Ну на самом деле Добавилось Просто не обновилось По умолчанию У нас не обновляется Список Вот Вторая картинка Уже Перетаскиванием Появилась Видим Что Этот механизм Мы тоже Реализовали Может Теперь вопрос Появиться Что с этими Дел С этими Картинками Ведь Хранить их Здорово А дальше То что Мы могли бы Если бы у нас Была задача Обмениваться С каким-то Сайтом Картинки И передавать Ему Для отображения Мы могли бы В отчетах Показывать Но это Трудоемко Мы в рамках Семинара Этого не сделаем Что можно сделать Это Организовать Печать Карточки Номенклатуры И вывести Картинку туда Это довольно просто Раз так То Сначала Решим Следующий вопрос А что мы будем Печатать У нас Много Картинок У одной Номенклатуры Какую печатать Как определить Уявно Мы за пользователем Оставляем Возможность Выбора Что печатать Какую из картинок Как нам Задать картинку По умолчанию Есть варианты Но самый простой Это в номенклатуру Добавить реквизит Под названием Основное Изображение Тип справочник Ссылка Изображения Мы для того Справочник Изводили И это уже Работать будет Правда Не особо Удобно Вот смотрите Открываем Номенклатуру Открываем Выбор изображения Понятно ли нам Что это за Изображение Да вообще Нам хотелось бы Саму картинку Видеть уже сейчас Не открывая Если у нас Здесь 150 Открыть каждую Картинку Будет Неудобно Простой выход Показывать Ее еще и Вот здесь Мы выделяем Что-то в списке А внизу Отображается Картинка Давайте Такое сделаем Это просто Для этого Нам какую форму Создать Нужно Теперь Это уже Будет не форма Списка Потому что По кнопке Выбора Открывается Форма Выбора Придется Простите Создать еще И форму Выбора Здесь действия В общем-то Привычные Уже Мы это все Видели Добавляем сюда Изображение Как строк Из реквизит Выведем Форму И скажем Что это Поле Картинки Можно Выключить Заголовок Сказать Что положения Заголовка Нет Он здесь Явно лишний Сразу Можно поставить Размер Пропорционально И в какой момент Мы будем Картинку Показывать Когда пользователь Выбрал Здесь какую-то Картинку В списке Это событие При активизации Строки И пожалуй Наверное Стоит И при открытии Формы То же самое Сделать Мы будем Показывать Картинку Методом Показать Изображение И его Необходимо Описать На клиенте Подход Примерно Такой же Только У нас Сейчас Список Перед нами Как нам Узнать Какой Элемент Справочника Изображений Выбран Сейчас При активизации Этой строки Изображение Получаем ссылку На выбранный Элемент Изображений Обращаюсь К списку Элементы Список Можно прямо К текущей строке Обратить Это и будет ссылка Можете помнить Из курсов Базовых Что если список У нас Пустой То при активизации Строки У нас Может быть Получено Значение Неопределено Так что Хорошо бы Проверить Написать Если Изображение Ссылка Неопределено Тогда Возврат Ну и дальше Задаем Изображение Изображение Получить Навигационную Ссылку Изображение Ссылка Реквизит Изображение И обновить Элементы Изображение Обновить Смотрим Что получилось Теперь В номенклатуре Можно Открыть Выбор Изображения Картинки Видны Что Пожалуй Хорошо Эту Штуку Мы тоже Реализовали Ну и теперь Как-то Все Вывести Хотя бы Куда-нибудь Мы знаем Что Можно Сделать Простую Заготовку Печати Из номенклатуры Если Запустить Конструктор Печать Мы это И сделаем Попросим Вывести Код Названия Основное Изображение Окей Давайте Посмотрим Что это Такое Чтобы Вспомнить Итак У нас Есть Номенклатура Давайте Выберем Какое-нибудь Изображение В качестве Основного Жмем Печать Вот Карточка Этой Номенклатуры Для Печать У нас Сейчас Интересует Основное Изображение Которое Отображается Естественно В виде Названия Строкового Представления Ссылки А нам Здесь Хочется Видеть Картинку Потребуется Доработать Несколько Механизм Печати Давайте С макета Начнем Вот В этом Поле Где Написано Основное Изображение Параметр Можно Вводить Только Значения Какие-то Не картинки Так что Вот это Я уберу Сделаю Ну как нам Тут лучше Поступить Чтобы не Растягивать Ширину Точнее Высоту Строк Я просто Увеличиваю Размеры Этой области Область Шапка Стала Больше Появилось Место Куда Мы Можем Поставить Картинку Картинку Добавляем Таблица Рисунки Картинка Не добавил Таблица Рисунки Картинка Без Картинки Предопределенной Вот Получаем Поле Для Отображения Картинки Желательно Был присвоить Имя Отличное От имени По умолчанию И За Ображение И Размер Картинки Здесь Так же Настраивается Пропорционально Это Мы Макет Доработали Мы Обеспечили Себе Место Куда Выводить Теперь Вспоминаем Как Оно Сюда Вообще Выводится Процедура Печать Получает Необходимые Данные Запросом Нам Нужна Не ссылка На Основное Изображение Нам Хотел Чтобы Запрос Сразу Получил Из базы Данные Изображения Они У нас Там В реквизите Изображения Хранятся Попросим Их Изображение Как Изображение Запрос Вернет Нам Теперь Дврачные Данные Мы Ищем Где Они У нас Выводятся Шапка Заполнение Параметров У нас Вот здесь Давайте Следующей строкой Картинку Покажем Изображение Которое мы Добавили Это уже не параметр Это рисунок Есть коллекция Есть коллекция Рисунки Наравне С параметрами Если нужно Задать рисунок Это сюда Рисунок Мы назвали Изображение Это еще Это еще Не сама Не сама Картинка Нужно Обратиться К свойству Этого Рисунка Под названием Картинка Вот так Создаем Объект Соответствующего Типа Картинка Ну и Указываем Здесь Выборка Изображение Только вспоминаем Какого типа Изображение Это хранилище Значения В котором Записаны Двоичные данные Посмотрим Что картинка Может У картинки Есть конструктор Из двоичных данных Лишь Не из хранилища Значения Так что Здесь Нужно вызвать Метод Получить Чтобы Извлечь Из Хранилища Значения Двоичные данные Чтобы картинка У нас Сформировалась И Она Может быть Показана В табличном документе Все Вроде бы Открываем Номенклатуру Мы тут все сделали Жмем печать Картинка появилась Что касается Рамки Это в свойствах Рисунка В табличном документе Конечно Можно настроить И картинка Мы показали При печати Ну и Один Момент Лишь стоит Наверное Еще упомянуть Мы говорили Что можно Хранить картинки В базе Можно во внешних файлах Если вдруг Вы решили Что размеры базы Непозволительно Могут быть Увеличены Из-за картинок То вы можете В качестве изображения Хранить Не двоичные данные А Только строки С именами файлов Я просто Для демонстрации В форму элемента Добавлю кнопку С названием Показать Картинку Из Файла Задача Показать Картинку Тут действия Такие Создаем Картинку Путь Нужно указать Где там У меня есть Картинка Вот тут Картинка Картинку Создаем И В изображении Мы помним Эта строка Говорим Платформе Поместить Эту картинку Во временное Хранилище Посмотрим Номенклатуру Откроем Какое-нибудь Изображение Жмем кнопку Показать Картинку Из файла Открывается Картинка Из файла Если они Хранятся Во внешних Файлах То вам Их нужно Лишь Время от Времени Либо Формах Показывать Либо Вводить На печать Делаться Это будет Примерно Вот так Ну Пожалуй Все Что нам Нужно было Посмотреть В этом Семинаре Общие Картинки Это те Картинки Которые У нас Используются Внутри Конфигурации Можно Создать Картинку И Внутри Она Будет Доступна Нам Для Для Использования При Описании Конфигурации Обычно Здесь Всякие Служебные Картинки Хранятся Ну И Варианты Использования Разнообразные Чаще Это Кнопки Либо Картинки На панели Разделов Либо Тому Подобно Ну Вот Мы Можем Эту Картинку Поместить В Общие Картинки Потом Взять Добавить Какую-нибудь Подсистему И Ей В качестве Картинки Указать Эту Картинку С Подсистемой Будет Смотреться Не Очень Но Будет Отображаться Вот Это Если Коротко Про Общие Картинки Ну Мы Посмотрели Все Вопросы Теперь Нам Осталось Ответить На ваши Вопросы Если Они У вас Есть И Потом Для Любителей Тестирования У нас Как Обычно Есть Тест Который Вам Будет Предложен После А Сначала Вопросы У кого Какие Вопросы Есть Вопросы Вопросы внешних файлах. А если внутри базы, можно создать регистр, например. Регистр, например, сведений, где можно свести список картинок, но тогда не сможем мы ссылаться на эти картинки. А вот в нашем решении сегодня такая потребность была. В крайнем случае можно хранить в одном справочнике. Если лень разрабатывать, если хочется обойтись минимальными изменениями, если объемы невелики, можно и реквизит поместить в сам справочник, при этом понимать, к чему это может привести в дальнейшем. Заметьте, что, казалось бы, простые вещи делаются несколько сложнее, чем в базовых курсах, что нормально, потому что мы учитываем уже больше нюансов, стараемся искать более правильные варианты решения. И особенность курса по работе с формами в том, что поработать нужно много, но и больше нового можно там узнать. Если вопросов больше нет, я запущу тестирование. Так что, если вам это интересно, можете протестироваться по тому материалу, который у нас сейчас будет. Будут ли еще вопросы по тем вопросам, которые у нас сейчас позвучали, либо по поводу курсов? Если вопросов нет, то семинар заканчен. Выгрузку базы в ближайшее время я выкладываю на сайте, так что в личном кабинете найдете.